Добро пожаловать на канал Криптовалютных Неолайф. Всех приветствую, и сегодня я хочу поговорить о новостях. Так, компания Tether выводит USDT на 1 миллиард долларов из Solana в Ethereum, и причиной стало того, что Solana столкнулась с трудностями после краха криптовалютной биржи FTX, и согласно заявлениям Tether, обмен будет происходить с помощью третьей страны. Также еще одна новость, соучредитель эксперт-блокчин компании DeFi Chain Julian Hobbs считает, что крафт FTX возродит интерес к децентрализованным финансам, и проблемы криптовалютной биржи FTX спровоцируют потери доверия ко всем централизованным криптовалютным платформам среди пользователей и инвесторов, и следовательно возродит интерес к DeFi и связанным продуктам. Пользователи, которые пока не верят в достаточную прочность экосистемы DeFi, перейдут на самостоятельное хранение цифровых активов, а нынешние события будут отпугивать потенциальных пользователей криптовалют, которые пока еще не погрузились полностью в эту индустрию. Также еще одна новость, ведущий лист компании Ripple говорит, что компания эффективно работает за пределами США из-за влияния судебного иска SEC. И по сути клиенты Ripple и доходы фирмы направляются за пределы США, хотя у нас все еще много сотрудников внутри США, в нашем случае мы находимся в начале конца процесса. Он также отмечает, что компания Ripple планирует по-прежнему очень тесно сотрудничать с политиками в США, несмотря на их разногласия в SEC согласно данному отчету. И по словам Альдеротти, Ripple стремится расширить свою деятельность в Европе, поскольку в настоящее время у них есть планы по улучшению лицензии поставщика услуг виртуальных активов от Центрального банка Ирландии в качестве средства по спортизации своих услуг по всей Европе. Также еще генеральный директор компании Ripple Брэд Гарленхаус заявляет, что криптовалютная индустрия станет сильнее из-за продолжающегося рыночного кризиса, если участники будут продолжать фокусироваться на прозрачности и доверии. И крайне важно, чтобы криптоиндустрия вела честный разговор о решении реальных проблем с криптографией и блокчейном, в связи с продолжающимися рыночным крахом, взлетами и падениями, которые отрасль пережила в этом году. И он добавляет, что компания Ripple продолжает лидировать в этом отношении. И отмечает, что Ripple.net, подразделение денежных переводов, которое связывает финансовые учреждения по всему миру, обработало 30 млрд долларов как в фиатных, так и в криптовалютных платежах. А общее количество платежных рынков, которым Ripple предоставляет услуги ликвидности по требованию ОДЭЛь достигло уже примерно 40-ше. Еще Брэд Горлинхаус сказал, что компания будет заинтересована в приобретении компании, которые принадлежали FTX, которые обслуживали бизнес клиентов. И он говорит, что бывший генеральный директор FTX Сэм Бэкман Фринт позвонил ему за два дня до того, как компания объявила о банкротстве, поскольку он пытался собрать инвесторов, чтобы спасти бизнес. И во время разговора они обсудили, есть ли предприятия, которые принадлежали бирже FTX, которыми компания Ripple захочет владеть. Также технический директор Ripple Дэвид Шварц направил в Твиттере сообщение сотрудникам FTX, предполагая, что в Ripple для них найдется место, если они не участвуют в вопросах соблюдения нормативных требований финансов или деловой этики. Также еще пользователи Кенингуэн считают, что большинство криптовалют, которые не имеют реального варианта использования полезности и массового внедрения по всему миру, потерпят неудачу или уже потерпели в погоне за биткоином, эфириумом и XRP. И впереди нас ожидает это распределение токенов от Flare. Также волна победа после завершения суда SEC, релистинг XRP на бирже, проведение IPO Ripple на фондовых биржах. XRP станет промежуточной валютой для CBDC – валют центральных банков. Также ликвидность потребований будет преобладать на 100%. И начнется массовая покупка XRP с синдромом у людей упущенной выгоды. И заключительный этап – это здравствуй, дорогой XRP. Спасибо за внимание, я надеюсь вам понравится мое видео, подписывайтесь на канал, а также на мой телеграм-канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok